Я вообще не уже рассказал, что живое творчество – это действительно такое оживление человека. Я, кстати, все смотрели фильм «Терминатор». Я, например, не смотрел, думал, что это какая-то совершенно какая-то фигня. Только сейчас стал смотреть, но там интересные действительно мысли о том, как человек борется с механизмами. В принципе, это тоже в нашей жизни постоянно происходит. Живое болится все время. Между землей и небом война происходит, между живым и мертвым. Главное определить, где живое, где мертвое, потому что мертвое, как в «Терминаторе», оно тоже похоже на живое. Понимаете, в чем проблема? Мне кажется, живое творчество нам помогает как-то в этом разобраться. Если оно живое. Вот, я сегодня буду продолжать эксперименты с примочками. Есть у меня такая песня. Вот есть очень короткая песня, которую очень люблю. А есть очень длинная песня. Их у меня много. Вот это очень длинная песня. Поэтому мне очень трудно спеть где-либо. То есть, вот, например, в парке, ну, точно невозможно петь, потому что люди просто умрут от скуки. Мне кажется. Но, опять же, действия по премудрости. А вы, я думаю, что уже ко всему привыкли. Вот, и вы все стерпите. Я очень хочу ее попробовать спеть. Она длинная, тяжелая для игры, может быть, для восприятия. Но, тем не менее, давайте вот в такой замечательный вечер, накануне Дня Веры, Надежды, Любви и Матери Икса Софии... Проявим тоже подвиг. Да, смирение и терпение. Вызывай. Еще раз. Это будет небольшой подвиг с вашей стороны. Как называется? Ну, допустим, взойдем. Взойдем. Для серых дней Сберег я солнечной песни, А для тебя Хранил огонь. Что будет дальше? Честно, мне известно, Ждет в облаках меня Твой белый кон. Дождь говорит со мной, Струй серебрец острой, Ночи играет листвой, Поет мне песню той, Которую видел я во сне, Чей теплый свет мне Маяк во тьме. 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 Оставим жадным Животик злато Сердцем не слепым, Душой богатым Любви бессмертной И ей крылатым Субтитры создавал DimaTorzok Смотрит ночь Глазами-образами Шепчет нежно То, что знаем сами Раздувает искреннее пламя Между нами, между двумя огнями Бог говорит со мной Смиренной красотой Я изнутри постиг Простой его язык Той, которую видел я во сне Чей теплый свет мне Маяк во тьме Субтитры создавал DimaTorzok 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 Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Ну вы все слышали? Восстание машин АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я шнур поменяю Потому что пришлось еще с гитарой бабуться Вот, эта песня написана на основе одного реального сна. Ну, просто я думаю, что вряд ли что-то понятно с первого раза, что там происходит. Вот, то есть это сон вот такой достаточно яркий, сочный. Ну, то есть, знаете, бывает в жизни, ну, вот есть люди верующие, есть неверующие. Знаете, есть на телеканале «Спас» программа «Не верю», которая пропагандирует православный канал, пропагандирует неверие, я так считаю. Вот, но там встречаются люди, которые реально не верят, вот, они очень здорово свою позицию излагают. И часто верующие люди им не могут ничего противопоставить. Вот, но я могу противопоставить то, что вот в жизни такие ситуации, когда ты сталкиваешься с тем, что вот, 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 сон. И ты понимаешь, что это сон реальнее, чем я. Вот, вот, вот эта песня именно основана в таком сне. Вот, после которого как-то невозможно не поверить, что есть нечто большее в нас, большее в нас. Вот, это большее, намного лучшее всего, что мы знаем. Вот, то есть, и творчество замечательно на живом-настоящем. Часто вот эта, как бы, красота мира, которая лучше и совершенно нашего, она пробивает часто, когда творчество действительно реально вот настоящее, ну, вот, в моем понимании. Вот, поэтому я считаю, что люди, которые могут услышать, вот, живую песню, искреннюю, они могут, как бы, и уже готовы к восприятию другого мира. Вот, удивительно, что часто люди неверующие, у них в творчестве это тоже проскакивает. Вот, вот у Наты Котовской творчества, которая очень любит душу и прочее, но там такие замечательные есть прозрения, что, вот, я уверен, что Ната очень верующий в глубине человек. Вот, через нее происходит такое некое, ну, откровение часто. Ну, это к тому, что люди часто относятся к людям с гитарой, я просто борюсь с тем, что, вот, вот, вышел человек на улицу, там, поет песни, ну, и что, вот, вот, сотни там поют, ну, замечательно, спою нашу любимую «Давай, Цоя». Вот, Цоя замечательная, в нем тоже, вот, в общем, певец-пророк, вот, но, вот, то, с чем мы сталкиваемся, вот, на наших концертах, на сотворчестве, для меня это совершенно, вот, явно тоже откровенно. какое-то божественное, вот, потому что это не может быть просто так, вот, вот, это какой-то разговор с нами о чем-то важном и главном, в общем-то, то, что отодвигается всю эту миру куда-то на задний план. Вот, и чтобы вас окончательно загрузить, спою еще более тяжелую песню, по идее, там должен быть вокал, если бы Анастасия, я всегда жду, вот, у Семенова, как-то, или Гуев, кто знает Семенова, вот, мне кажется, получился однажды. В общем, песня называется «Путь на повор». Это вот предыдущая песня была, как бы, к празднику Рождества Богородицы, а эта песня «Август». Она про преображение, про преображение, вот. Она тоже, кстати, морская, про море, про звезды, но море там северное, белое. Знаете, море бывает не только теплое, но и холодное, студеное. Вот, и там есть припев, который можно, в принципе, как-то подпевать, если кого-то хватит смелости, наглости, уверенности, там надо просто подпевать «Путь на повор». Парус луны навслёт, тени в зеркале води, В сердце огонь поёт, пловя небесный лёд. В небо рвите ордань, крестами песенок стай, Духом водой крещены Бога, живого сыны. И храм вознесения, преображения. Облака светло-легко, Без плотных ликов хор В отверстый свод поёт Путь на фавор, путь на фавор, Путь на фавор, путь на фавор. И улыбались святые уста, И видел лишь один из ста, И избран был один из тьмы, Ведь свет на струнах тишины. Корабль спасенья плывёт, Сквозь буря, Житейских невзгод, Атопий земных болот, Вечный радость и бар. Горей, имей сердца, Жизнь, любовь без конца, Воскресенья псамы, Как Господу его мы. Храм вознесения, Преображения, Облака светло-легко, Без плотных ликов хор, В отверстый свод поёт Путь на фавор, путь на фавор, Путь на фавор, путь на фавор, Путь на фавор. И раздиралась небесная завеса, Сиянием серым благодать лилась над лесом, Дух в виде глубине белые крыло, Светок на призах света, Принося слова. На камне веры поклонные кресты, И на крови черничные кусты, Когда пройдёт зиму и смерть мгла, Весня навстречу мачты куполан, Расправят паруса колокола, Над радугой взлетая, Путь на фавор, 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 Путь на фавор. Путь на фавор. Где заложен смысл именно личностный, может быть, менять себя, как бы, по-моему, с большей стороны? Где заложен? Он вообще заложен, да, смысл во всем есть. Смысл меняться. Давайте потом поговорим. Сколько сейчас времени? Ого. По идее, нам нужно закончить. Теперь я в раздобьях. У меня есть еще одна замечательная длинная песня, тяжелая. Есть песня, в которой вы должны участвовать. Ладно, давайте я не буду петь тяжелую. Она не тяжелая, она просто длинная. Ладно, закончим на такой ноте сотворчества. Только должны все шуршать, стучать и подпевать. ОК? Не слышу вашего ОК. Ну, там, где-то там, где-то там. Вот. Это плохой где-то. Ну, кому-нибудь. Они тоже надо ставить. Все плохие, но надо начинать. Давайте начнем. Можно попробовать? Да, можно попробовать. Это песня как раз для парков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нравится осень, мне нравишься дым. Пусть ветер уносит теплые дни. Чего не попросим по имени любви, Кто дарует нам сотворившие миры. То солнце, то слякоть, то слезы, то смех. Увы, не хватает счастья на всех. Мелькает в туне суеты карусели. А мы смотрим в небо, мы видим на дне. Смотри, видишь, там выше крыш, Где глаз идишь, глядишься лишь. Ни Лондон, там и не Берлин, Ни Рим и не Бариж. Глупая Америка, а ты Бариж. Прощай, Россия, там вечная она, Отчаями и ум, сердечными и вна. Иная, иная, иная страна, Иная над нами, иная, иная.